Всем хай, с вами Юджин, и сегодня я хотел записать для вас видосик в обычный, но потом у меня все опять переменилось в голове, и я решил сделать нечто другое. Но сначала небольшой офф-топ, я бы хотел поблагодарить всех вас, друзья, за то, что вы проявили огромный интерес к моему комиксу, который вышел буквально на днях. Game Hunters, второй номер, отличнейшие отзывы получил от вас о нем, вы сказали, что он даже поприкольнее, чем первый. Это очень много гордости во мне порождает, и очень приятно мне от этого всего. Спасибо вам большое, друзья, если вы еще не купили этот комикс, но хотите его купить, именно в печатной версии, то торопитесь, потому что они очень быстро распродаются, на удивление. В целом этот комикс бесплатно доступен на сайте в электронной версии, но если вы хотите именно подержать в руках этот прекрасный комикс, увидеть в нем мою личную роспись, специально для вас, она будет здесь располагаться, и увидеть бонусный арт, который я вам не покажу, то это, конечно же, лот. Это коллекционное издание, лимитированное. По ссылке в описании, друзья, приобретайте, кайпуйте, все ради вас. А теперь к тематике сегодняшнего ролика. Сегодня меня посетила очень философская мысль, а именно, ведь вы же в доску свои, да, мы же все с вами на одной волне, вы понимаете меня, я понимаю вас. И из-за этого можно сказать, если так пофилософствовать, мы одно целое. Вы это я, я это вы. И сегодня я решил наглядно это изобразить. Поэтому сегодня я буду фотошопить себя в вас. А точнее, я буду выбирать самых активных участников из моего телеграм-канала, ссылка на него будет в описании. Буду брать его в аватарку и фотошопить свою фотку, превращая себя в этого подписчика или подписчицу. Как я и сказал, я наглядно изображу эту мысль, что мы с вами это одно целое. Открываем фотошоп. И тут как раз невзначе открывается логотип моего магазина Press E, где комикс продается и мерч мой официальный. Вот, случайно. Случайно, но не очень. А чтобы вас растормошить, я сейчас еще и пост сделаю. Здорово, телеграмчик. Короче, расклад такой. Я сейчас снимаю видос, где хочу немножко пофотошопить вас и себя вместе. Поэтому мне нужно для этого выявить самых активных участников телеграм-канала. Поэтому пишите комментарии под этим постом. И главное, чтобы у вас аватарка была с лицом. Это важный момент. Хотите, я вас изуродую. Поэтому пишите. А вот и первая жертва. Так, вставляем. Вот наш операционный стол. Так, теперь мне нужно сфоткаться. Примерно так же, как он. Фотка готова. Так, чувствую, что это будет полнейшая дичь. Мы почти подогнали меня под тебя, чувак. Как тебя зовут-то? Даниил. Он причем такой урода, Юджин. Давай, разрешение получено. Ну давай, Даня. Сейчас мы сделаем из меня тебя. Ё-моё, у него даже усики, как у меня. Окей, как-то так. Теперь мне нужно отделить меня от фона. Надеюсь, вы поняли концепцию, да? Я превращаю себя в вас. Волосы отделили. Теперь избавимся от этого мерзкого зеленого ободочка. Так. Белиссимо. Так, мы уже близки. Теперь мы ставим liquify и будем мутить мутки, мутильские. У нас практически идеально встал рот, но надо немножечко подкорректировать. А теперь носик. Чуть-чуть пошире. Во. Вот здесь вот у нас немножко борода выходит за рамки. Борода. Ты перешла все границы. Особенно границы щек. Я не потерплю этого. Так, я думаю, что я позаимствую просто уши твои, чувак. Потому что мои не растягиваются настолько... Ну, хотя... Хотя... В целом... Как-то так. Вот типа того пусть будет. Никто идеально не сделает. Помним это. Сейчас мы волосы подровняем. Будет вообще идеально. Мне кажется, придется их неприлично растягивать. Так, здесь создаем эффект, как будто они у нас кудрявенькие. Я как-нибудь так свое ухо вытяну. Сейчас я не знаю, что получится из-за этого всего. Надеюсь, будет, как видимо, просто очень тупо и смешно. Так, глаза подровнять. Ага, еще брови у нас съехали. Это неприемлемо. Так, мы подогнали. Давайте посмотрим, что получается на данный момент. Блин. А, что за говно? Так, вот. Видите, прозрачный. Так, это охрененно. Да, это очень похоже на тебя, Дань. Это же ты. Ты не узнал от себя, что ли? Хорош. Очень круто. Теперь осталось детали. Первая очень важная деталь, это наушники. Вот. Всю эту зеленцу нахрен. Так, зелень потихонечку ушла. Во. Так, хорошо, свечение. Конечно, даже насыщенности побольше. Убрать нахрен всю синеву из кадра. Из... Да, 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 да. Теперь надо немножко избавиться от сиреневых и фиолетовых. Слушайте, хорошо получается. Теперь мы делаем вот блик красивый. А, это круто. Осталось только, да, конечно же, главная деталь, это голубизна глаз. Они даже синие, я бы сказал. Круто. Та-да. Короче, когда я сделаю все пять, вы проголосуйте в комментариях, скажите, насколько это все круто. Насколько я стал вами. И кем я стал лучше. Я потом опубликую это в Телеграме. А вот и следующий подопытный Артем. Ну иди сюда, Артем. Так, тут главное сфоткаться так, чтобы тени еще правильно ложились. Так, у него правая щека в тени, левая на свету и еще, причем на теневой стороне еще есть хайлайт. Это будет непросто. Получилось как-то так. Я думаю, вполне сгодится. Понеслась. Давайте отделим меня от фона сразу. Теперь мы подставляем. Я могу даже не фотошопить. По свету очень неплохо получилось. Для начала опять, как обычно, нужно подогнать черты лица. Глаза под глаза. Рот под рот. Вот примерно как-то так. Выставим прозрачность примерно вот настолько. Думаю, сгодится. Вот она, линия рта. Сейчас мы с ней аккуратненько так. Аккуратненько. Но сразу давайте подкорректируем. Да, вот теперь подбородок надо. У меня он чуть-чуть выпирает. Опять все границы пересек. О, в этот раз даже уши хорошо совпали. Как-то еще надо грамотно сделать такой прищур, как у тебя. Ну, как-то так, наверное. Окей, теперь волоса. Так, смотрим. Вы готовы? О, да. Теперь давайте все это подфотошопим как следует. Блин, идеально волосы. Вообще все идеально легло. Мне очень нравится, как получается. Чуть-чуть красноватости добавить. Наверное, чуть зеленого убрать. Да? Наверное, да. И, если я не ошибаюсь, это тоже синие глаза. Да что вы все такие синие глазы? Ну, в принципе, я тоже могу себе поменять. Ничего не стоит мне этого. Я всегда мечтал о голубых глазах. Не хватает желтизны в волосах. И подзатемнить вот здесь. Та-та! Окей, следующее. Бинго! А вот и Славик к нам пришел. Хочет, чтобы я его... Себя в него превратил. Надо еще выражение лица сразу скопировать, чтобы было прям вот идеально. Ну-ка. Вон, ты задолбал меня. Хватит, стой на месте. В ужасных условиях работаю, блин. Славик, я надеюсь, у меня получилось породировать это мое выражение лица. Как-то так. Так, ребят, я надеюсь, вы себя кидаете, потому что иначе будет очень неловко. За фотошоп каких-то рандомных людей, которые потом обидятся на меня, не надо так делать. Мы должны знать друг друга в лицо. И мы должны сопоставить наши лица друг с другом. Так, теперь сопоставляем. Ну тут, мне кажется, прямо сразу в яблочко попали. Тут сразу бинго! Сначала, конечно же, подтянуть губки. Смотрите, какая губа у меня вверх у меня получилась. Че мне с губами? Я чувствую себя пластическим хирургом, который ни хрена не знает, что он делает. Здесь такой вот нежный маленький носик. Я не знаю, зачем я вот так сижу, у меня прям шея удлиняется в сторону монитора. Спокойно, расслабленно, сидим. Я просто очень увлечен процессом. Вот она, эта улыбочка получается. Так, теперь подбородок. Чуть-чуть подогнать его. Теперь линию волос надо выпрямить. Выровнять ее, сделать ее идеальной. Идеальная линия волос. Надо закатать все эти длиннющие, мерзкие волосы вот в эту аккуратную, коротенькую мужскую прическу. Фу, е-мое, жарко как-то. Сейчас, когда окно открою. Я в последнее время почему-то стал постоянно говорить фразу «Е-мое». Это такая старая, блин, фраза, а почему-то она мне вкатила внезапно. «Е-мое» наша новая фраза. На уровне спревышает. «Е-мое». Тот, кто напишет «Е-мое» в комментариях, получит 100 тысяч рублей. Первые 30 человек. 100 тысяч. Как-то так получается. Надо сделать блеклые тени чуть-чуть. Как-то так. Прекрасно. И надо румянец на щечках добавить срочно. Идеально. Но, конечно же, я не могу ограничиваться одними лишь парнями. У нас еще много в доску своих девчонок есть. Поэтому сразу двух сейчас зафотошоплю. Имени нету, они в телеграмме как «Сильвен». Поэтому «Сильвен, две подружки!» Сейчас я стану вами. Это будет челлендж. Начнем с той, что слева. Вы знаете процедуру. Просто все выделяем, отрезаем от фона. Подставляем. Есть единственный нюанс. Я не смогу сделать такие же волосы, как у вас, девчонки. Поэтому я ваши просто подтырю. Надеюсь, вы не против. Слушайте, с артом мы, кажется, вообще прям попали в яблочко. Очень похоже. Думаю, я закончил с артом, носом. Теперь надо сделать глаза. В принципе, с глазами мы тоже довольно-таки неплохо так попали. Мотайте на ус, друзья. Как видите, не все можно сделать с помощью графики идеально. Надо, чтобы исходник был максимально подходящий. Максимально хорошо сделано. Чем лучше вы сделаете исходник, тем круче графика будет смотреться у вас. Неважно, что это, фотомонтаж или видеомонтаж. Так, я вижу, сейчас надо брови наклонить мне. Теперь давайте линию головы, линию лица. Что это? Линия подбородка, да, точнее. Мы ее вот сюда, вот сюда, вот сюда выведем. Чуть пониже. Хорошо. Умница, деточка. Хорошо работаешь подбородком. Так, первое готово, я не буду вам показывать. Просто ждите. Начинаем заниматься подгонкой. Лицо подгоняется. Так, здесь, конечно же, под наклоном. Будет сложнее. Во, я думаю, как-то так. От этого будем исходить. Начнем с губ. Это самое трудное. Когда вот так вот смотришь, кажется, что все идеально совпало. Но потом начинаешь переключать. Нифига. Какие-то точки совпали, какие-то надо корректировать. Во. Во, кстати, неплохо получилось. Окей, я думаю, мы закончили с губами. Далее. Подбородок. Глаза чуть-чуть кривовато встали, но это поправимо. Вот. Вот. Смотрите. Хорошо. Как получается? Это не то. Надо чуточку поднять нос выше мне. И делаем сноску. Теперь смотрим. Оп. Какие прекрасные. Да, пожалуй, начнем вот с правой девушки. Сделаем волосы мне, как у нее. Образ будет неполным, если я не сделаю себе такие же очки. Эт. Я думаю, надо небольшой фильтр наложить, чтобы прям было пожелтее. Вот такой фильтр. Только давайте избавимся от такой сильной красочности, насыщенности. И чуть-чуть уведем красноту. Я думаю, нам надо синевы добавить еще в тени. Теперь надо высветлить как следует лоб. Вот тут посветлее сделать. Нос посветлее. Так, вот здесь на губе у нас. И подбородок я вижу, хайлайтед. Я думаю, надо сделать тени еще от очков мне вот сюда. Это мы делаем с помощью blur. Слушайте, это даже получается и туториал по фотошопу. Так, теперь вторая жертва. Здесь тоже придется попотеть. Во-первых, да, надо, конечно же, волос убрать. Да, мне нравится. Прекрасно. Двигаемся дальше. И напоследок я отобрал еще одну девушку. Отличный образ. Сейчас я превращу себя в нее. Всегда мечтал быть пиратом. Копировать и вставить. Но прежде чем я сделал последнее превращение себя в эту девушку прекрасную, я должен сделать превьюшку для своего видео, которое надо сейчас выпустить. Так что, сорян. Но я сделаю это превью вместе с вами. Это будет видео по игре Teardown. И будет называться, я это вот сейчас только что сочинил, физически нереальное ограбление. Вот такую фотку мы заюзаем. Сейчас я покажу, как быстро можно иногда делать превьюшки. Особенно, когда лень. Да не, быстро здесь не получится. Во-первых, потому что я люблю заморачиваться. Да, я набрал кучу картинок из интернета. Попробую сейчас что-нибудь из них сделать. Так, наверное, сначала чуть-чуть себя обработаю. А, стопэ, надо понять, какой у нас будет фон. Чуть-чуть блёрный. На задний план, чтобы его отделить немножко. Во, мне нравится. Чуть высветлили фон. Теперь давайте мешок. Нет, рано ещё мешок. Где мешок? Теперь надо мои руки на передний план вытащить. Стараемся делать максимально небрежно, если что. People's have it. Поэтому не паримся вообще. Сюда мешок положили. Сюда мешок. Чуть-чуть их исказить можно. Вот как-то так, чтобы они казались разными. На голове один пусть будет мешок. Потом будет мешок, падающий на мешок. Пусть он будет позади него. Вот так. Потом он будет вот сюда. Ещё один мешочек. Вот он позади такой падает. Мы типа шанглируем мешками, судя по всему. Здесь добавляем тенючки. Здесь добавляем тенючки. Сотяга мы на передний план бабоса кидаем. Вот так. И вот так. Во, красиво. Чуть-чуть разблюрим. Вроде видно, а вроде и на переднем плане. Чуть-чуть затемним их. Потом. Сюда. Потом вот сюда. Всё. Всё, я сказал. Нет, почему ты продолжаешь делать? Почему? Ладно, всё. Потом у нас дальше куча камней. Решил немножко затемнить по краям, чтобы сделать акцент вот на этом месте. Я думаю, надо добавить. Contrast. Oh yeah. Смотрите, какой contrast. Чуть больше насыщенности. Только я думаю, не на всё. Абсолютно не на всё. Вот только на эту часть. Сгодится. Ничего не понятно, что это такое. Но может быть, это заинтересует людей. И я жму сохранить и видео опубликовать. Всем приятного просмотра. И, конечно же, прочное 5. Опубликовать. Фух, с этим разобрались. Теперь давайте гоу дальше. Вот, наша подруга. Значит, лицо в тени, свет сзади. И правая щека больше видна, чем левая. Понятненько. Мне показалось, что как-то так. Вон, перестань. Хватит. Ты на месте. Всё. Терен, с другой стороны вылез. Да, сейчас поправим чуточку. Во. Кажется нормально. Теперь потихонечку, потихонечку подгоняем, как обычно. Как мы это любим делать с вами. Сюда. Сюда. Кстати, глаза практически прям идеально встали. Сюда. И вот сюда. Во. Чуть-чуть надо поднять вверх. Да, мне нравится нос. Носы у нас с тобой очень отличаются. Поэтому сейчас мы прям максимально будем меня искажать. Так, чтобы совпало. Как-то вот так, что ли? Да, всё, это мой нос теперь. Рот надо чуть-чуть выше поднять. Слушайте, вообще прям идеально встаёт. Так, чуть-чуть ушки надо подкорректировать. Вот, ушко готово. Здесь нам надо чуть-чуть брови. Чуть-чуть приподнять. Ага. Слушайте, ну это прям вин. Отлично получилось. И... Поньк. Теперь надо будет максимально, максимально хорошо прям постараться. С волосами не просрать. Свои мы, конечно же, убираем нафиг. Эти совсем не прекрасные, дурацкие, не синие волосы. Да ладно, блин, смотрите, как похоже. Смотрите, как похоже получается. Нам надо чуть-чуть, да. Наверное, зелень убрать чуть-чуть. Света добавим чуть-чуть. Больше в щеках надо хайлайта добавить. И на подбородок вывести. Вот сюда. Вот тут прям такой блик надо сильно сделать. И я бы сделал акцент на ноздрях, чтобы они вот здесь вот... Больше казалось, что они вот как у неё прям. Ну, при... Как у неё, ну, почти. Так, ухо, да, пусть бликует. Смотрите, как круто смотрится. Так, чуть-чуть на губах, да, должен быть хайлайт. Вот тут вот. Тут вот. Теперь надо искоренить всё, что напоминает зелень. Из моего лица вообще всё убрать. Всё, зелень. Вот. Вот. Вот, готово. Я думаю, на сегодня это всё. Я превратил себя в вас, дорогие друзья. Я публикую эти фотки в телеграм-канале. И выложу этот видос очень скоро. Давайте ещё раз напоследок просмотрим всех наших подписчиков, в которых я себя превратил. Вы потом напишите в комментариях, какие вам больше всего понравились. На кого я больше похож стал. Первый, чувак. Второй. Существует прикольно смотрится. Третий. Мне кажется, я больше всего на него похож. Но вы говорите сами, что вам больше понравилось. Итак, четвёртый. Две подружки. Я стал двумя подружками одновременно. Лот номер пять. Пират. Вот такой вот видос получился, друзья. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Было весело мне, как минимум. Надеюсь, вам тоже. Если так, то поставьте лайк. Если это видео превышает, поставьте много лайков, чтобы оно превышало ещё больше. Не забывайте про все мои соцсети. Заходите в мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. И обязательно не забывайте про то, что у меня вышел комикс, друзья. Идите, читайте. Смотрите мерч, какой там у меня есть. Может быть, вам что-то захочется прикупить себе. Он очень крутой. Я сам его ношу. А самое главное, ради чего мы там всё это замутили, это вот этот комикс. История, которую я всю свою сознательную жизнь хотел рассказать. С десятого года. Ладно, с десятого года эта история существует. Она претерпела много изменений. И вот, наконец-таки, она вышла в свет. И я очень хочу ею с вами поделиться. Если хотите, вот такой вот печатный экземпляр. Их осталось совсем немного. Успеете купить. Стоит недорого. Там будет мой личный автограф. И бонусные арты, которых нет в бесплатной версии. В общем, вы кайфанете, я уверен. Потому что очень приятно держать. Очень приятно читать. И это... Не побоюсь этого слова. Частичка моей души. Ещё одна, которой бы я очень хотел с вами поделиться. Go на сайт. Ссылка будет в описании. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!